Всем огромный привет! Я как всегда очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта Алиэкспресс. Это будет последнее видео в этом году, но не последнее, а вообще, конечно же, потому что сейчас снова будут распродажи 27 декабря. Я не знаю, Алиэкспресс в этот раз что-то зачастил с распродажами. На моей памяти это уже четвертое, в прошлом году я помню только две. Но я очень им благодарна, потому что за это время мне удалось с хорошими скидками, купонами купить и робот-пылесос нам, и чайник, и что там еще, а очиститель воздуха, в общем, поэтому я очень люблю распродажи на Алиэкспресс, и в эту очередную собираюсь тоже поучаствовать, что-то там заказать. Я очень хочу купить себе вот Xiaomi Fen Van Gogh, ну, по крайней мере, там было написано, что это Xiaomi очень красивый, и если я его все-таки закажу, я обязательно вам покажу уже в следующих видео. Я сейчас, если что-то покупаю, ну, пускай я заплачу подороже, но действительно, это вещи, которыми мы постоянно пользуемся, они находятся у нас в обиходе. И, если вам интересно, в этот раз у меня находок было не очень много, потому что многие вещи, вот как наступила где-то середина декабря, перестали приходить, и, может быть, они в конце дойдут, но я уже к этому времени, скорее всего, выложу видео, потому что хочу успеть как раз к 27 декабря. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Ну, и давайте уже, наконец-то, приступим к покупкам. Покажу все, что я себе на данный момент взяла. Кое-что уже появлялось в моей группе, и, конечно, много товаров, как я уже сказала, еще не дошли, которые бы я очень хотела показать, но будем исходить из того, что есть. В общем, первые вещи, которые мне очень-очень понравились, и на которые я давно смотрела, это две вот такие велюровые подушки. Не знаю, почему, но мне почему-то так душила жаба их покупать, но в момент распродажи они стоили чуть дешевле, и я решила заказать их к нашему новому дивану, который мы еще не купили, я его, честно говоря, даже еще не выбрала, но будет что-то вот в таком цвете, скорее всего, вот в эту комнату, потому что иногда хочется просто здесь посидеть, посмотреть кино, а сесть кроме кресла и пуфика негде. И про эти подушки постоянно возникают вопросы, если они где-то мелькают на фотографиях или в сторис, например, поэтому могу рекомендовать их к покупке, качеству абсолютно никаких претензий, и ссылку оставлю в описании под видео. Далее, что я заказала на Алиэкспресс, это было в самом начале декабря, это елочные игрушки, жалею, что взяла две штуки, потому что было много разных вариантов там, но выглядят они вот так, они сделаны из металла, и очень красиво смотрятся на елке, сейчас это уже будет не особо актуально, но, возможно, на следующий год, если они вам понравились, вы можете их заказать. Это вот такая маленькая принцесса какая-то, ангелочек с крыльями, очень хорошенькая, с челочкой такая, и вот такой вот снеговик. Были еще разные олени, я люблю коллекционировать елочные игрушки, как я уже говорила, вот на елке, это все, что было собрано, ну, наверное, за три года, вот как только мы начали их копить, и я каждый раз докупаю по пять штук. Вот, так что я тоже могу рекомендовать к покупке, поближе обязательно их сфотографируй, и ссылку оставлю в описании под видео. И следующая вещь, которую я хочу показать, я уже была из одежды, и я выкладывала в группу свою, и в инстаграм тоже, но, возможно, не все у меня там есть, поэтому показываю здесь, конечно, все в кадр, оно не влезет, но я обязательно вставлю фотографию, это вот такое стеганое пальто от марки Simple Apparel, которое очень популярно на Алиэкспресс, вообще на это пальто огромное количество обзоров, около 10 тысяч, вот, и в основном все отзывы положительные. Я его заказала на весну и осень, ну, на теплую весну, и еще вот на такую раннюю осень где-то, но кто-то носил даже при минус там, из каких-то минус 2, минус 3, по-моему, было, и говорит, что нормально, не знаю, я мерзлячка, поэтому очень вряд ли, что я при минусе его надену. Качества тоже никаких претензий нет, все аккуратно, ровно прошито, есть большие два вот такие кармана, и я себе взяла размер М, потому что я не люблю, когда вещи находятся, когда вещи впритык, и мне хочется всегда, ну, поддеть, например, теплый свитер, если того требует погода, поэтому имейте это в виду, свои параметры, как всегда, укажу снизу, это пальто очень многим понравилось, и я тоже могу его порекомендовать. Я выбрала себе черный цвет, хотя было много вариантов, и серый, и синяя, по-моему, была, и зеленая, зеленая очень-очень классная. Наверное, следующее я закажу его, потому что изначально хотела зеленую, но почему-то я не рискнула, хотя этот цвет очень люблю, поэтому ссылку оставлю в описании к видео, если оно вам тоже приглянулось, то советую к покупке. И некоторые вещи я покажу уже, ну, не буду сама в кадре, потому что они то на елке висят, то это, в общем-то, сама елка. Но сейчас хочу вам показать товар, который я уже показывала, но спустя полтора месяца практически, как он у нас есть, я уже могу поделиться впечатлением, и тем более сейчас грязет распродажа, и, возможно, на него будут скидки. Это очиститель воздуха от Xiaomi. Вот так он выглядит, если кто не видел. Он достаточно большой, преимущественно стоит у нас в спальне, потому что там очень много вещей, как я говорила, поэтому воздух нужно чистить постоянно, чтобы не было пыли. И что я хочу сказать. Это очень-очень хорошая покупка, потому что я действительно заметила разницу в воздухе. И если раньше летало очень-очень много пыли, то в тех местах, в которых стоит очиститель воздуха, пыли стало гораздо меньше. Это просто однозначно. Так что я могу сказать, что это одно из самых таких, наверное, удачных вложений и для здоровья, и вообще просто для атмосферы в квартире. И там есть разные фильтры. Один фильтр служит около полугода где-то, но на телефоне всегда можно посмотреть срок службы, сколько он еще будет. Я не знаю, правда, что случится, когда срок службы закончится. То есть он, может быть, фильтровать перестанет. Но я думаю, что раз в полгода за 35 евро можно позволить себе купить другой фильтр. Фильтров несколько. У меня здесь стоит серый обычный, но есть еще антивирусный какой-то там фиолетовый. Но тоже ссылку оставлю, вы сможете посмотреть. Если вы страдаете дома от пыли, если вам, допустим, тяжело дышать аллергиком, то я, в принципе, могу посоветовать на пару с увлажнителем вот этот очиститель воздуха. Я думаю, что у меня сейчас увлажнитель воздуха от Electrolux. Но думаю, что со временем мы купим Xiaomi тоже. Ну, просто мне нравится, что как бы все одной марки управляется с телефона. Очень удобно. Мне прислали его с европейской розеткой, как я ее выбрала. Доставка была очень быстрая, 7-8 дней, наверное, где-то так. Он очень прост в эксплуатации. И поэтому, да, всеми руками и ногами могу рекомендовать. Я также вам напоминаю, что все эти товары, которые вы сегодня увидели в видео и увидите дальше, а также все, что я выкладываю в свою группу, вы можете купить со скидкой. И Алиэкспресс, наверное, знает, что многие люди любят совершать покупки перед Новым Годом. Поэтому он устроил снова распродажу, которая будет длиться с 27 декабря по 31 декабря. Конечно, эти товары не дойдут к вам к Новому Году, но уверена, что они смогут вас порадовать и в январе, и в феврале. Поэтому обязательно участвуйте в распродаже, не упускайте такую возможность. И Letyshops тоже любит поддерживать распродажи на Алиэкспресс. Поэтому дарит вам тройной кэшбэк до 15% на покупки. И для того, чтобы им воспользоваться, вы просто должны через сайт, либо через приложение Letyshops перейти на сайт Алиэкспресс, совершить покупку и получить свой тройной кэшбэк. И ссылку на само приложение, и также на регистрацию, если вдруг вы еще не зарегистрированы, но очень в этом заинтересованы, я оставлю в описании. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это уже косметика. Я заказала себе вот такие карандаши для бровей. Заказываю их уже не в первый раз, потому что, когда взяла впервые их, мне очень понравилось качество. Мне понравилось, как вообще здесь сделана упаковка. То есть, вот, вы достаете, здесь есть такая упаковка, и, собственно, упаковка, где находится сам карандаш. Стоят они вообще там по 2-3 евро где-то, но качество у них просто отличное. Выглядит все это дело вот так вот, в цвете розовое золото. Сам карандаш тоже очень красиво. С одной стороны находится небольшая кисточка, которой очень удобно прочесывать брови. И со второй стороны, в общем-то, сам карандаш. Расход настолько экономичный, что первого карандаша, ну, я какими-то еще другими вещами, конечно, пользовалась. Но преимущественно все-таки вот карандашом мне хватило его на очень долго. Я даже не знаю, сколько. Эти вот мне пришли как раз недавно. Я могу всем их рекомендовать, потому что соотношение цены и качества просто отлично. И ссылку оставлю в описании. И следующая вещь, которую я хочу вам показать. Первый раз рискнула заказать на Алиэкспресс постельное белье. Читала до этого кучу отзывов. И многие вещи у меня были уже отложены в корзине. Но заказала я вот такое вот. Здесь следующая упаковка. Вот такая ручка. И внутри еще лежит комплект упакован в такой, знаете, клеенчатый пакет сверху с липучками. Дальше там лежала вот такая, ну что-то типа рекламы. Где как раз указан состав. Написано Viva Home Textile. Однотонный сатин. 70% хлопок. И 30% чего-то я здесь не вижу. Написано, потому что стерлось. И также указано, что входит в данный комплект. Пододеяльник 2х2,20 одна штука. Простынь 2,20 на 2,30 тоже одна штука. И 4 наволочки. 50 на 70 две штуки. И 70 на 70. Вот. Мой комплект выглядит вот так вот. Мятного цвета. Я очень-очень люблю этот цвет. И мне нравится, как он сочетается вот с темно-синей стеной. Поэтому обязательно вам все покажу. Я осталась очень довольна качеством. Вообще никаких претензий нет. Сам комплект на замке идет, что тоже очень удобно. Одеяло оттуда не будет вываливаться. Я, в принципе, всегда и покупаю. Либо с заклепками, либо вот с молнией. Вот. Так что ссылку оставлю в описании. У продавца есть, конечно же, не только эти варианты, но и много других. Если вдруг вы боялись, например, заказывать комплекты, то могу сказать, что у него просто отличное качество. Поэтому могу рекомендовать к покупке. И далее, что я заказала. Сейчас по мелочи вам покажу. Во-первых, вот такие вот небольшие вешалки. Это, ну, естественно, для ребенка, для его рубашечек и брючек. Потому что есть у нас несколько таких вариантов, которые на большие вешалки, ну, как-то неудобно вешать. И мы будем покупать ему шкаф в его комнату. Поэтому я сейчас вот закупаюсь такими небольшими вешалками. Мне очень понравились они по качеству. Ну, то есть, конечно, какую-то тяжелую одежду они не выдержат. Но как раз вот для рубашек и таких брюк, я думаю, что отличный вариант. Их было 5 штук. И одну куда-то Лев уже сразу унес, когда я их только распаковала. В общем, здесь на концах, как вы видите, есть вот такие зажимы. Вот. Куда как раз-таки можно брюки повесить. Ну, и, в принципе, вот сама вешалка, куда вы можете повесить рубашки. Очень красиво, эффектно выглядит. Осталось довольно покупать. И что еще взяла у этого продавца? Я не знаю, может, он на вешалках там специализирует. Хотя нет, я у него еще кружку одну заказывала. Тоже, если не забуду, покажу. В общем, две вот такие вешалки, которые я специально купила для ванной комнаты, чтобы вешать туда полотенце. Потому что какие-то у нас там от предыдущих жильцов остались. И так они, в общем, сколько мы в этой квартире? Ну, двух лет еще нету. Чуть больше полутора лет мы тут живем. Они, в общем, висели. Ну, захотелось на что-то поменять. Поэтому я полазила на Алиэкспресс и решила выбрать вот такие. Люблю все, что розовое золото, просто золото медное. Нравится, как смотрится в интерьере. Поэтому и выбрала. Это не единственные варианты, которые были у продавца. Было еще много разных вот таких листьев. Ну, они все в виде листьев. Вот. И здесь есть вот такой не крючок, а, как сказать, петелька, за которую вы можете повесить. Ничего тяжелого, я думаю, они особо не выдержат. Но как раз для полотенец, для большого и для маленького, мне кажется, просто отличный вариант. Если вы тоже любите такой стиль, то ссылку найдете в описании. И, наверное, последнее, что я вам сегодня покажу в кадре. Потом уже перейду либо все в крупном, на крупном плане покажу. Либо уже не буду и закончу видео. Не знаю, посмотрю. Это вот такая вот аптечка. А сейчас встал вопрос, чтобы все лекарства брать подальше. Потому что уже даже замки не спасают. И не было места. Поэтому я решила заказать вот такую аптечку и сложить сюда все лекарства. На самом деле, очень долго я выбирала брать пластиковую. Но так как все-таки это такая мягкая, поэтому она занимает меньше места. Вот. Очень красивый цвет такой. Ничего тоже плохого сказать не могу. Сделана качественно. Стоила в районе 8 евро. И внутри здесь я пока еще ничего особо не положила. Здесь у меня вот капли лежат. Выглядит она вот так. Вот здесь кармашки для таблеток можно использовать. И большое отделение для всего остального. Не помню, были ли там разные размеры. Или вот это один размер. И пока мне хватит этой аптечки. Но если вдруг возникнет необходимость, закажу вот эту вторую, которая уже пластиковая такая была. Тоже мне понравилось. Вот. Но надеюсь, аптечка не расширится. И будет все, как есть сейчас. Потому что, ну, ничего хорошего в этом в общем нет. Я также хотела вам показать вот такой замечательный рюкзак, который я заказала специально для ребенка, для того, чтобы относить вещи в детский сад. Потому что мы каждый понедельник несем туда, ну, если нужно памперсы, футболки сменные, штаны. И потом в пятницу воспитательница отдает все назад домой, чтобы это постирать. И я решила не пользоваться никакими пакетами. А просто заказала ему вот подобный рюкзачок. И расцветки есть как для мальчиков, так и для девочек. Я взяла такой, не марки, темно-синий. И стоил этот рюкзачок довольно бюджетно, в районе 10 долларов. И сзади здесь есть вот такая съемная ручка, которую я сама пристегнула, потому что она была здесь внутри портфеля. Потом ее можно пристегнуть сверху. Это будет такая небольшая сумочка. Выглядит очень хорошо, никаких нареканий нет. И здесь внутри несколько отделений, куда вы можете положить все, что вам нужно. Вот. Так что в целом я тоже осталась очень довольна этой покупкой. Так что на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите мне их в комментариях. Ссылки на все, на все, что я сегодня показала. И также дополнительную информацию вы всегда можете найти, развернув инфобокс. Я его все время заполняю и для вашего удобства. И если у вас по-прежнему все равно остались какие-то вопросы, то пишите. И увидимся в следующем видео. Пока.